МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот. Хочу вам показать палантин, который я связала. Но его уже сегодня у меня не будет. Я вязала его в подарок. Вот такой вот красавец получился. Пряжа, девочки, Ализе Симли Сал. Сал, 100 грамм, 460 метров. Это 920 метров ушло. Ровно два матка. Калор 21. Если кого-то заинтересует, цвет очень-очень красивый. Это 95 акрил и 5 металлик. 1-3 крючок и 2-4 спицы. Я вязала на машине его. На плотности 3. На тройке, девочки, полотно получилось просто замечательное. Вы посмотрите, оно такое нежное. Видите? Драпируется вообще красиво. Смотрится шикарно. И на этот палантин, конечно же, конечно же, нужны были кисти. Потому что, ну, без кистей он просто теряет весь свой шарм. Вот так, смотрите, я вязала 50 рядов лицевая гладь. Потом шли у меня вот такой рисуночек. Он обычный, он самый простой. Но смотрится оригинально. Дырочки. Потом идет опять у меня же 100... 150, по-моему, рядов. Я там записывала. Если что, потом подробно расскажу. Вот здесь опять идет лицевая гладь. И идет обратный отсчет. Опять эти наши дырочки. 50 лицевая гладь и наши кисти. Девчата, смотрится очень красиво. Цвет такой, знаете, серебро. Серебро, серебро. Не смогла вчера снять и показать его на улице. Было 35 градусов. Просто невозможно было выйти. Подтек рекой. И, ну, тяжело было даже дышать на улице. Поэтому снимаю сегодня. Почему? Потому что сейчас это все убежит у меня уже к своей обладательнице. Этот палантин я вязала, девчата, в подарок к дню рождения. Я думаю, хозяйка будет очень довольна. Потому что, ну, он действительно получился красивым. Сейчас я камеру поставлю по-другому и немножечко вам его покажу прямо дома. Девочки, ну, это не улица. Вот такой вот он вышел. Видите? Вообще, смотрите, какой он нежный. Он очень нежный. Вот так он выглядит с изнаночной стороны. Видите, петельки. Вообще лег полотно просто идеально. Идеально лежит. Видите, какие у него петли. Просто отпарила, девчата. Стирать его не стала. А взяла, отпарила. Ну, вот такое. Если вот так накидывать. Сейчас я пониже прям камеру сделаю и вам покажу. Ну, вот так вот он выглядит на плечиках. Вот поближе подойду. Я думаю, девочки, что хозяйка останется довольная. Без кисточек я смотрела. Нет, не то. С кистями он выглядит более так прям достойно. Вот здесь можно сделать легенькую какую-нибудь заколочку. Такую, чтобы она не утяжеляла именно палантин. Можно прям вот легкую-легкую взять и приколоть. А можно и не прикалывать. А можно просто вот укрываться. Вы знаете, он невесомый. 200 грамм. Ровно-ровно две. Прямо под ноль ушли. Два моточка. Ну, посмотрите, как он гуляет. Полотно гуляет. Я так скажу. В общем, я этой работой осталась очень-очень довольная. И я думаю, что я еще повторю. Единственное, можно его сделать немножечко покороче. Вот я... Сейчас я замерю, сколько он в длину и сколько в ширину. И вам скажу. Итак, девчат, ширина 55. Вот это вот место. А сам размах палантина ровно два метра. Ну, можно делать метр пятьдесят. Если, допустим, человек маленький, худенький, да? Но если человек таких комплекций, как я, или чуть больше, то можно и два метра. Вполне. Вполне. Я считаю, что... Ну, не должен он быть куцым, да? Он не должен маленьким прям вот быть, чтобы как шарфик. Это же палантин. Ну, посмотрите, как он ложится. Он вот, знаете, вот... Ой, я даже не объясню, как он вот... Он плавает. Он не ложится, а вот прям волной, вот волной он плывет. Вот такое ощущение, что он действительно плавающий. Очень приятная нитка. Очень приятная. Вот это для тех, кто минимальную колкость чувствует. Вот эта ниточка для вас. Ну, я смотрела, девчата, из этой нитки получились бы хорошие кофты, платья. Посмотрите, как смотрится, да? Вот. Вот даже лицевая гладь. Никакого рисунка не надо. Она смотрится благородно. Вот. Да. Вот посылочка ждет нас, девочки. Ждет, ждет, ждет. Обзор не делала еще. Это пряжа Урал. Вот она вся пришла. Из этой пряжи вот я два моточка извязала. Поэтому подписываемся на канал. Кому интересно, обзоры будут. Будут обзоры, будет вязание, будет все. Вот. А сейчас я это убираю и пойду отправлять хозяйке. Девочки, всем привет, хочу сказать, почему спустя уже некоторое видео вы посмотрели, начало. Но то я снимала 28 июля вот эти два кусочка, где я вязала палантин для Любочки в подарок. Но я его не выставляла, не показывала, пока не пришла к ней посылка. Сейчас уже можно о нем говорить, потому что это был сюрприз, это был подарок ей. Ну и вот хочу продолжить этот небольшой влог и сказать, вот в эти дни, все знаете, что мы жаримся все. Жарко у нас, очень жарко, нечем практически дышать. Но у меня сейчас уже час ночи, и я решила снять это видео, доснять его, потому что днем у меня опять не получится. Завтра мы уедем в Артем, приедем уже уставший к вечеру, а там опять дальше непонятно, какая будет погода. Не смогу ли я снять, не смогу ли видео. В общем, будем жить дальше, и будет все видно по ходу пьесы. Девчата, я хочу показать, вот хотя была жара, да, вы прекрасно понимаете, что без вязания у меня нет ни одного дня. Я становлюсь нервная почему-то, если я долго не вяжу, если у меня руки не держали спицы или крючка. Действительно, появляется какая-то нервозность, и вообще непонятно что. Ну вот было жарко, но как ни странно, я вязала, значит, палантин на спицах, и он почему-то у меня прилипал вот к рукам. Я его отложила, отложила в сторонку, но в день я там по рапорту провязывала его. Там шесть рапортов в ширину у меня вышло. Вот такой, чтобы не узенький был палантинчик. Но он будет еще мелькать во влогах, потому что это вещь такая, что там полностью занимает внимание каждый буквально рядок. И спешить я не буду с ним, чтобы не ошибаться, не распускать, не перевязывать. Я его буду потихонечку, один, там два рапорта за вечер, допустим, провязывать. Ну, а так как было жарко, а вязать хотелось, а хотелось просто расслабиться, найти какую-то такую позу, чтобы, знаете, не жарко было и не захлебываться в прямом смысле в поту. Я не знаю почему-то, но мне вот захотелось связать теплые именно вещи, и как ни странно, у меня руки не потели. Я взяла и связала вот такую шапулю, девочки. Как вы думаете, что это за пряжа? Смотрите, какая классная получилась. Получилась теплючая шапка с двойным отворотом и очень тёплая. Она самая-самая простая вязка, самое простое закрытие макушки. Но получилась она очень красивая. Мне очень нравится. Просто нравится. Вязала шапку на размер 55. У меня обхват головы 56, но я вязала все шапки, немножко убираю, 10 или 15 процентов, чтобы, ну, шапка не должна вот здесь болтаться, вот именно где подворот. Она должна лечь по голове хорошо. Здесь вот можно прибавить как бы петли, да? Но я сейчас поближе вам буду показывать её. Я вязала на 80. Сейчас точно скажу, сколько петель, уже забыла. Да, девочки, на 80 петель. Сейчас я её сниму. Помощница моя Лиза пусть отдыхает. А вам поближе её покажу. Смотрите. Вот так легли петельки. Видите? Связала. Вот ещё ниточку даже не убрала, но я её уже постирала. И вот такую бирочку прикрутила. Она легко откручивается. Пока я её сниму, я её всё же прикручу. Это Наташа мне с Беларуси присылала уже давно. Именные бирочки. Вот здесь написано Татьяна Беликова. И как-то она меня спрашивала, Тань, ты чё не пользуешься? Пользуюсь, пользуюсь. Но в редких случаях. Мне почему-то их просто жалко. Как-то я кости вешала. Ну, а это, если шапочку заберёт Кристина, для неё я, конечно, повешу. 80 петель, девочки, вязала на прямых спицах. Ну, как, на круговых, я имею в виду. Провязала, видите, сколько подгиб. Потом сделала. Где у меня были лицевые, я начала вязать изнаночные петли. А где были изнаночные, я начала вязать лицевые. Вот этот подгиб у меня побольше. А здесь, видите, уже как бы... Сейчас, мои хорошие. Видите, ночь и уже днём никак. Вот здесь подгиб у меня пошире. А вот здесь, как бы это же тоже подгиб идёт, да? Как бы подворот. Он идёт покороче. Для чего? Для чего? Это я объясняю для вот начинающих, кто только вяжет. Я тоже сталкивалась с таким, когда только-только училась вязать. Вот когда одеваешь шапочку, да? И если мы будем вязать вот этот второй подгиб наравне вот с этим, то где-то она приопустится, где-то что, и будет вот это вот выглядывать второй край. Так ничего выглядывать не будет. Здесь же пошла лицевая гладь. Вязала-вязала. До высоты я 23, по-моему, сантиметра провязала. И потихоньку макушку закрывала. Макушку у девочки с самым... Самый-самый-самый простецкий. Вот почему-то, я не знаю, мне захотелось именно вот такую макушку, чтобы она была немножечко как бы пышная. Видите, закрыла я её как. Я закрывала так. Две петли закрывала, две провязывала. Ряд. Следующий ряд, каждую петлю провязала. Через ряд делала убавки. Опять. Две вместе, две провязывала. Снова ряд без убавок. Потом снова две вместе, две лицевые. То есть, вот так через ряд у меня шли убавки. До той поры, пока у меня вот здесь не осталось, по-моему, восемь петелек. Восемь петелек. Тогда я оторвала ниточку. Видите, её здесь нет. Я её спрятала. Но хвостик, поверьте, он вот он. Он есть. Если вот тут крючочком поддеть, то ниточка, хвостик небольшой, она вылезет. Но для чего это я делаю? Ну, мало ли, да. Вот захочется её распустить. Пустить на те же носки. Потому что пряжа, девчата, пряжа очень шикарная. Сейчас скажу об этой пряже. Иголкой я прошла вот так на два раза в каждую петлю. Затянула, сделала узелок контрольный. Иголку пропустила через серединку наизнанку. И вот здесь спрятала саму ниточку. Вот так шапочка выглядит на изнаночной стороне. Теперь о пряже. Вот этот хвостик я не обрезала, не прятала. Тоже его обрезать не буду. А я его спрячу вот сюда. Крючочком. Но это всё делается после стирки. Я её постирала, девчат. Постирала на руках сначала. А потом думаю, да что это на руках? Это ерунда всё. Пряжа не раскроется руками, когда вяжешь. И я её стирала гель для стирки в машине. В машине на обычной стирке, получасовой. И сделала 600 оборотов отжим. Она у меня постиралась. Петельки всё ровненькие, разровнялись. Где были вот эти вот колючечки. А почему колючечки? Я же вам не сказала о пряже. Пряжа-то вот она. Вот это моя красавица. Это чья пряжа? Это, девочки, вы угадали. Это рассказовская, рассказовская пряжа. И это в три ниточки. Крученная, по-моему, называется. То ли меринос крученный. Надо посмотреть прям вот конкретно. Я вязала с неё носочки. И когда... Вот они, кстати. Вот я вязала носочки на руках. И когда я связала носки... Гляньте, какие классные носочки. Посмотрите, как легли петли. Девчата. И я вот в эту пряжу просто влюбилась. И тогда я сказала, да, я хочу с неё ещё что-то. Кроме носочков. Потому что пряжа совершенно не колкая. После стирки в машинке она немножечко так как бы... Ну, подваливается. Но я же её не кинула на 50 или 60 или 90 градусов. Самая большая 40 градусов. Самая большая температура. Хотя все изделия я стираю. Абсолютно все. На 30 градусов. Сейчас кто-то скажет. Ну, что можно отстирать на 30 градусов? Можно. Если вещь носить не год, не снимая. А плечевые вещи мы снимаем практически каждый день. День отходил, и эта вещь идёт в стирку. Но носки тоже день-два, и всё. Их тоже уже надо будет стирать. Правильно? 30 градусов. Ну, мы не носим до такой степени, чтобы их было невозможно отстирать. Что их надо было там бы кипятить или ещё что-то. Но это другая тема. Вот носки классные. Ни колкости, ничего. Вы знаете, вот даже на руку одеваешь. Тепло-тепло. В шапку, девочки, в шапку. Ну, крученая. По-моему, это меринос крученный. У меня ещё полных две бобины. А было три. А было, девочки, три. У меня вот осталось две. Вот видите, что попадается в самих таблетках. Пух. Пух. Да, это самый настоящий пух. Ещё и крашеный. Вот. Но где-то вот чистый. Абсолютно чистый, казалось бы, да? А вот попадаются всё равно травинки сухие. Ну, когда стираешь эту пряжу. Во-первых, при вязке вот эти травинки, они все вылазят. И хочу сказать, после стирки. Когда пряжа раскрывается, вот прям берёшь мокрое изделие, девчата. Вот так беру и проглядываю. И вот эти все травинки, они прям вот сюда наружу как бы вылазят. Вот вылазят. Можно взять иголочку, можно вот так накоточками. Но так как у меня накоточков никогда нет, они меня раздражают. Я не могу ногти носить. Мне нужно, чтобы у меня были подстрижены ногти. Ногти всегда коротко. Они вот эти вот как бы, я не знаю, как это называется, трава сухая. Овечка гуляет или козочка гуляет, травка, к ней колючки там набиваются в её шерстку, да, потом её стригут. Моют, всё равно чешут. Но трава сухая, она всё равно попадается в таких пряжах. Вот. Но факт тот, факт тот, что это натуральная нитка, очень тёплая. И она после стирки очень хорошо раскрывается. Что я добавила? Девочки, я покупала у китайцев на Алиэкспресс вот такой махер. Сейчас я этикетку прям сниму и вам покажу. Я покупала, начинала вот с этим махером, думала буду вязать бактусы или шальки, да, но начала, он до того забивает полотно. Он, кажется, как бы маленький, да, вот маленькая ниточка тонюсенькая, но она настолько вот пушится, и когда вяжешь, прям чувствуешь, что забиваются все дырочки. Думаю, нет, для шали это будет сильно, ну, такое набитое. Диамонт Монарх Махер. Махер Диамонт. Вот такая вот Маденен Чина. Так, значит, 2015-й что-то тут пишут. Здесь, значит, у нас ручная, я так понимаю, написана как бы стирка. Ну, вот смотрите, кто понимает эти значки. А я вам прочитаю, вот как я умею. Значит, Color 04, лот 814. 25 грамм. И метраж здесь 166 метров. А вот состав, девчата пишут, акрилик 40%. Потом идет акрилфибер. Не знаю, что это такое, какой-то акрилфибер. 60%. Видите? Так. Шерсти тут нету. 25 грамм. В общем, девчата, я так понимаю, что здесь акрилик и акрилик фибер. Что такое фибер? Пушистость, может быть, или еще что-то. 60%. Ну, значит, это все акрил. Какой же это, да, мохер, да? Непонятно. Китайцы так напишут, чтобы ничего никто не понял. Вот и все. Но факт тот, что вот в эту шапочку у меня ушел ровно моток. Ровно моток. И у меня осталось, девочки, вот от мотка. Все, что осталось. Видите? Вот. Я поженила их, как бы сказать. Вот эти вот ниточки. Вот они. Вот так легли. И получилось нечто шикарное. Вот моток ушел. А у меня их четыре. Я покупала в разных цветах. И был наборчик по четыре вот таких вот 25 граммовых моточка. Вот у меня три осталось. Можно связать. Ну, шаль, вот я говорю, девчата, для шали я не захотела. Почему он как бы вот, если его как вот самостоятельную единицу вязать, мне кажется, он весь спутается. Потому что вот он пушится. А именно вот с какой-то ниткой его совмещать, тогда получается хорошее теплючее, просто теплючее изделие. Давайте я сейчас взвешу, скажу, вот сколько в эту шапочку ушло. Здесь, значит, метр шестьдесят шесть. Это той пряжи. Ну, и этой, значит, сто шестьдесят шесть. Неправильно сказала. Сто шестьдесят шесть метров. А шапка висит восемьдесят четыре грамма, девочки. Восемьдесят четыре. Ну, вот эту нитку я уже спрячу. Кристина приедет, посмотрит, если она захочет, скажет, да, я буду ее носить. Возможно, я вот здесь сделаю легенький. У меня есть флис. Такой не толстый, не теплый. А как бы, знаете, ну, такой вот он чуть-чуть утепленный. То вот, возможно, вот сюда я вошью шапочку флисовую. Ну, посмотрю, если буду ее вшивать, то обязательно, обязательно вам покажу, как я ее буду кроить, как я ее буду шить. Сошьем ее на машинке, по краям сошьем. Вот, там сшить самое главное макушку, чтобы она вот здесь легла по голове. То есть там получается один шов, допустим, вот так. Шов вот здесь, ну, макушка вот так провязывается, срезается полукругом. Это один будет шов, и второй вот так будет. Разворачиваешь вот так по шапочке. Тоже будет провязываться и лишнее срезаться. Ну, и затем просто берешь и вот здесь вшиваешь. Если я это буду делать, девчата, я вам обещаю, что это будет сделано именно на камеру. Ну, по этой шапочке все. Сейчас я вам покажу еще второе свое изделие, которое я связала в такую жару. Ну, девочки, тут Вера пробегала, поэтому я ставила на стоп. Еще не сказала. Вот к этой шапке, если ее заберет Кристина, значит, буду вязать или же снуд в один оборот, или же манишку, девчонки. Вот что-то из двух. Если же она останется мне, для меня, то, скорее всего, я сделаю тоже себе снудик. Два, две бобинки у меня еще остается. Но вот эту, девочки, я вам просто рекомендую посмотреть, рассмотреть ее поближе. Вот эту пряжу. Она называлась Крученая. Именно Крученая. Меренос. Это не ангора. Это именно меренос. Но он настолько классный. Она вообще практически не колючая. Шапкой я осталась очень довольная. Просто супер. А второе, что я связала. Вот это я вязала один вечер. Связала за вечер. За вчерашний вечер я связала вот эти девочки носочки. Смотрите, какие они классные получились. Это Верочка мне прислала с Москвы посылку. Буквально недавно я показывала обзор. Кто не видел, оставлю ссылочку. Пройдете, посмотрите посылку. Вера, тебе огромное-огромное спасибо. За твою доброту, за твое сердечко. Первые носочки я уже связала. Мне кто-то написал, Таня не вяжет именно с подмосковной пряжи. Она быстро протрется. Девчата, мы вообще не носим такие теплые носки. Я уже об этом говорила, да? Но связала носочки именно... И связала я их на сантиметр даже больше, чем вот сейчас у нее ножка двадцать с половиной, а эти я связала на двадцать один с половиной. Классные носки. Вязала одними спицами, не меняла спицы. Три двадцать пять, как бы у меня вот эти подделка китайская. Резиночку связала. Вот этот вот погаленок называется, да? Тоже его совсем вот немножко. Пятку. Никаких тут у меня бумерангов нету. Я даже не знаю, как их вязать. Хотя одно видео я мельком глянула и закрыла. Я поняла, как там вяжется. Там они сокращают, сокращают, сокращают и выходят вот на эту вот пятку. Ну, думаю, что там заморачиваться? Когда испокон веков наши бабушки вязали вот эту вот. Обычную пятку, да? Вот по этому принципу, по этой пятке я вязала капюшон на комбинезонный капюшон. Вот вязать, тут делать нечего, связать. Любая начинающая вязальщица, она свяжет. И вязала я на Кристину, но курточку розовенькую. Помните, я вязала куртяшечку? Красивая курточка получилась. Вот пятка. Она же быстро вяжется. Тут что, господи? Провязала резинку, провязала вот этот погаленок. Потом высоту вот пятки. У меня тут 44 петли. 21 петлю я взяла вот на обхват пятки. 7 петель на одну сторону, 7 на другую и 7 на подошву пятки. Вот, я думаю, понятно, да, я говорю? Вот провязала высоту этой пяточки и потом начала вывязывать саму пятку. Вот эти вот центральные 7 петель я вязала, туда-сюда бегала и по одной из боков захватывала. Потом все вышло вот сюда. Здесь добрала 7 петель, которые мы сократили вот здесь. Провязала вот эту сторону, здесь захватила 7 петель и опять замкнулась в круг. Провязала длину носочка. И здесь носок тоже, девочки, у кого какая фантазия? Вот кто как хочет, так носок и закрывает. Вот, хотят делают на 4 клина, а хотят на 2. Кто во что гораст. Вот мне захотелось закрыть вот таким образом. Я закрывала, ну вы поняли, 2 разделила пополам и закрывала. Вот эту сторону, 2 петли, закрывала здесь, да, через ряд с поворотом налево. Доходила вот до этого края, здесь разворачивала петли, 2 вместе с уклоном вправо. И то же самое, это же манипуляция с этой стороны. 2 петли в эту сторону смотрю, 2 в эту. Сокращаю через 1 ряд. Сделала сокращение, ряд без сокращения. Сделала сокращение, ряд без сокращения. И так у меня прошло 6, по-моему, рядков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. То есть 12 рядов провязала. И потом в каждом ряду по 2 штучки. 2 здесь, 2 здесь сокращала. Все. И в итоге у меня получилось здесь 2 петли и с той стороны 2. Я их просто крючочком взяла и закрыла. Наизнанке вам покажу носок. Вот так он выглядит, носочек. Видите? Все чистенько, чинно, благородно и красиво. Вот. Вот так носочек. И здесь, видите, хвостик? Вот он. Хвостик тоже не отрезаю. Мало ли надо будет подраспустить. Можно распустить, удлинить. Я не знаю, как. Это дело вкуса. Кто-то распускает, перевязывает. Я думаю, что нам перевязывать не придется. Для чего я их связала, девочки? Бывает такой период в году, когда дочь моя живет в квартире. Бывает такое, что или плохо отапливают. Трубы, допустим, где-то завоздушило. Холодно, да? Полы холодные. Там же бетонные полы. В многоэтажках. Где-то придется носочки и пододеть. По дому походить. В обувь мы такие носки не одеваем. У нас мягкие зимы. Ну, хотя вот эта зима была довольно-таки суровая. Вот. И можно было и носки. Я даже спала в этом году в носках зимой в сильные морозы. Поэтому я две пары уже связала, внучки. Это вот третья пара. Но это уже с учетом на вырост. И вот на эти носочки, моток был 100 граммовый, да? Тут 250 метров на 100 грамм. 55 грамм ушло на вот эти носочки. И у меня осталось, девчата, 49 грамм. Ну, можно связать короткие носочки. Без вот этого вот, как бы, резиночку вот здесь провязать маленькую. И потом сразу вывязывать, допустим, пятка и сама ступня, да? Ну, посмотрим. У меня троицкой пряжи много. Я покупала много ее в фикс-прайсе. Но именно вот таких цветов у меня не было. Это вот Вера мне прислала. Я первый раз ее держу. И по ощущениям, она настолько приятна, девчата. Это 50 шерсть, 50 акрил. Ну, я думаю, знаете, если бы я носки вязала вот на каждодневную носку, то, как вот раньше я вязала, вот начинаю пятку вот, вот эту сторону только поднимать пятку, да? И я добавляла какую-то шелковую нить. Именно вот в пятку и вот в эту вот часть подушевы. Тогда ваши носки никогда не протрутся. Если добавите вы шелковую нить, тоненькую, буквально. У меня есть носочная добавка, но я ее ни разу не добавляла. Ну, я и носки-то не вязала практически. А связала я там вот с этой, с Ангора носочки. С кавказской пряжей я связала себе носочки. Кстати, с кавказской пряжей я зиму в них, но я и спала, и ходила, и весной я их одевала. Они у меня не протерлись. Хочу только сказать, внутри девчата вот так вот кавказскую пряжей, эту, носочки я выворачивала, и вот отсюда вот как бы я снимала с них вот этот вот пушок. Ну, как бы они подзакатались. Нога же все равно шоркается, да, в носке. Она же двигается, движение происходит, носок трется об ногу. И вот это вот как бы пушок с кавказской пряжей, он весь подвалялся и скатался. Я его просто потом взяла, пободрала, и все. Но пробиться дырки, никаких дырок не было, девочки. Поэтому я надеюсь, эти носки тоже она поносит. Даже по дому, вот говорю, в холодный период времени, она одень, и ножкам будет тепло. Ну, и третье, девчата, третье изделие. Я вам сейчас покажу, похвастаюсь. То, что вы видели в начале ролика, которую я отправила палантин Любочкин в подарок. Ну, я же не удержалась и связала второй палантин. Связала второй палантин, девчата, была жара. А вязать так хотелось сильно, хоть плачь. Я села за машину и тоже за вечер связала вот этот палантин. Но этот палантин я сделала уже гораздо мельче, меньше. Сейчас я подниму камеру немножко повыше и вам покажу. На Любочкин палантин у меня ушло ровно два моточка. Пряжа вот такая. Это Ализе Симли Сал. В 100 граммах 460 метров. Колор 21. Меня цвет этот просто сразил на повал. Девчата, это вот серебро-серебро. И посмотрите, я там показывала, что можно и кофточки. Но у меня остается сколько? Два моточка. Два. Получается, ну, маловасто, да? На кофту. Я думаю, что на кофточку почти 900 метров. Не знаю. Если лицевой гладью без всяких там этих. Ой, может быть, еще и кофточка будет или какая-то такая вот маечка. Вот этот палантин, я ушло на него 146 грамм. То есть полтора мотка. Я его сделала поуже, девочки, поуже. И краешки, вот, я сделала, видите, пикушки. Вот изнаночная сторона. Вот так вот. Вот она выглядит. И вот, смотрите, я сделала обвязку пико. Любе, я вязала, торопилась к дню рождения. И вот почему-то мне не пришла мысль, что, ну, сделай ей тоже пикушки, да? Это я уже вот второй палантин вязала. И мне уже пришла мысль. Подумала, подумала, сделала вот такие закрытия с дырочками. И в начале, и в конце палатина, с обеих сторон я делала дырочки, чтобы, ну, привязывать вот мою бахрому. И точно так же я делала, только что он метражом покороче. Видите, я сделала вот такие же дырочки. Очень простой рисунок, девчат, но он смотрится оригинально. Потом идет тоже лицевая вот гладь. И потом снова дырочки, дырдочки. И вот такое, опять же, закрытие. Вот дырочки, дырочки. И через одну дырочку я вешала бахрому. Вот так смотрится. Девчата, смотрится, конечно, он просто шикарно. Вот так петли легли. Видите? Вот вообще обалденная вещь. Нежная. Ну, что такое 150 грамм на плечах, да? Это ничего. Девочки, вот его длина. Так, 74 и 74. 148 сантиметров. Поменьше. Любе я делала прям побольше, побольше. Мне хотелось, чтобы она укуталась. Она говорит, Тань, я открыла посылку. Сразу увидела сюрприз. И пошли. Они праздновать день рождения в ресторан. И она его в первый же день свой одела. Ну, как бы сказать, обмыла. Вот. И 47. 47 сантиметров ширина. Девчата. И вот пока я его вязала, мне еще пришла мысль о таких палантинах на машине. Это вязано на машинке, не на руках, конечно. Но там тоже надо внимание. Здесь вот перекидывать, значит, петельки. Следить за этими петельками. Здесь, как я вот в одном ряду через 4 петли 2 передвигала влево. Потом провязывала 10 рядов и от края 2 петли отступала и тоже 2 смещала в левую сторону. Потом снова через 4 вот так чередовала. И между ними 10 рядов провязано. Но то, что получилось, то, что получилось, мне понравилось. И вот эта вот работа, она принесла мне прям вот удовольствие из удовольствия, девчата. Я вам показала вот эти вот небольшие свои изделия, которые я связала, да, девчата. Пряжу. Хотелось показать вам еще пряжу. Это вот уже пряжа из посылки, которую я заказывала последний раз на Урал РФ. Листвин там, значит, этот хозяин. Там было, значит, закуп на 10 тысяч, если, то цены оптовые. Самая-самая дорогая пряжа, которую я там покупала, это 600 рублей за упаковку. В основном 500, 550 и вот 600. Девочки, но пряжа уже отходит опять. Видите, я не могу снять еще и пряжу. Вы же понимаете меня? Простите и поймите. Как Голостян говорил. Что нужно сделать? Ну, понять и простить. Поэтому я вас прошу, понять меня и простить. Я понимаю, девчата, я сама любитель вот таких вот видеообзоров пряжи. Я их смотрю с наслаждением, с упоением. У меня же слюни бегут, когда я вижу новую пряжу, там показывают. И тем более, когда рассказывают ощущения от этой пряжи, что она из себя представляет, какая нравится, какая не понравилась. Это очень ценное видео. Но, девочки, за 5 минут пряжу не показать. А тем более, у меня закупка там 20 упаковок. Поэтому, девчата, я съездю в Артем и я вам обещаю, что обзор пряжи я сделаю в двух частях. 10 упаковок мы рассмотрим в одной части и 10 мы рассмотрим в другой части. Но там в основном ализе, открою вам секрет, да, ализе пряжа. И я заказала козий пух. Две вот этих таблетки козий пух. Потому что козий пух, я просто пришла в умиление. Без ничего, вот чисто козий пух. Девочки, это не нитка, это просто вот... Я даже чувства свои не передам. Я вам сейчас просто покажу, какую на сей раз я получила козий пух. Я вязала для любые. Помните? Ну, кто меня смотрит постоянно, те девочки-то помнят. Я связала в две ниточки козьего пуха. Она в одну нить. Тонюсенькая-тонюсенькая. Вот тут тоже, по-моему, две нитки. Но они запаянные, девчатки. Я не буду пока их вытаскивать. Вот это цвет серый. Видите? А Люди я вязала. Цвет был светло-серый. Он немножечко светлее. И вот когда смотришь вот так вот на таблетку, да? Ой, ну что там, какая вот... Ну, ну, козий пух, да он на пух не похож. Вот первое впечатление именно вот так вот. Да что-то какая-то ересь, ерунда, не пряжет. Да у него даже вида нет. Ну, поверьте, девчата, когда вы свяжете изделие. Она даже в процессе вязания, вот когда мы перебираем петельки, хоть крючком, хоть спицами, она в руках становится прям мягче. Но после того, как вы ее искупали, опустили только вот в воду, она вообще преображается. Она настолько вас порадует. Это вот не передать, девчонки. Это точно. Вот я прям показывала в своих видео, когда я вязала, как я их стирала, какое... Какая вода. Вода была аж черная-черная. Вот этот козий пух шаль. Она была настолько грязная. Вы представляете, сколько на ней вот этой вот машинной смазки. Она же... Машина же ее там мотала, крутила, да? Вот в эти вот таблетки. Это же не вручную намотка. А именно от машины. Там, наверное, и машинное масло попадает, и еще что-то. Не знаю, чего. Но эта пряжа очень шикарная. Она натуральная. Если там специально мне тоже, знаете, ой, Таня, вот купила, запах есть, не знаю. Девочки, она пахнет. Чем она может пахнуть? Только овечкой, козочкой. Вот естественным ее запахом. Но поверьте, когда вы ее искупаете, постираете. Стирала я шампунями, стирала гелиями, и потом с кондиционером добавлял кондиционер. А последнюю я стирала прям в машинке шаль. Не боялась. Прям кинула ее вот так вперед, пожамкала вот эту грязь, смыла. А потом забросила в машинку и сказала, что будет, то и будет. Вот постираю и буду знать. И буду уверена, что можно с ней делать. А что нельзя? Я постирала. Я вытащила. Это настолько небо и земля. Вот до стирки и после стирки. Поверьте, девчата, я вас не обманываю. Мне нет резона говорить неправду. Вот. Будем ждать. Люба получила посылку. Вот в той посылке эта шаль ушла к ней. К ней ушла шаль с Ангоры, с Махером. И ушла шаль вот с пуха козочки в две ниточки. Веерочками. Та и та шаль. Она получила посылку и сразу же уехала на дачу. Но человек мне сказал, Тань, потом жди фотографии. Я тебе обязательно вышлю. Я вам обязательно, обязательно покажу. В прошлый раз она мне высылала фотографии с моими изделиями. Девочки, ну, тоже прошу понять и простить. Но я их не вставила. Потому что, если честно, вязала. Она сделала такой огромный заказ. И я вязала, вязала вот эти изделия все. Как бы, знаете, в таком, в темпе вальса я старалась быстро это связать. Но, причем, нужна была скорость, но и качество вязания. И поэтому там подробно, как бы, я не делала видео по той или иной вещи. И не рассказывала шибко подробно о них. Я просто потом выпустила видео, навязала и продаю. Все, коротенькое видео, где я вам показала те шали, вот, которые, в основном, они все уехали к Любочке. Вот. Ей огромное-огромное спасибо. Дай Бог ей здоровья. Она у меня покупала ни одну посылку. Ни одну. И человек, я от нее слышала только слова благодарности. Поэтому, девчата, вяжем вот эту пряжу тоже. Примите к вниманию своему. Если боитесь, купите один моточек. Вот эту пряжу я уже покупала 800, по-моему, рублей за одну таблетку. Или за две. Вот уже не помню. Сейчас, девчата, гляну. А в накладной вам скажу. Да, девчата, я вот хорошо накладные никакие не выкидываю. Они у меня всегда все лежат. Что я покупаю? Ну, я имею в виду пряжу. По крайней мере, я знаю здесь всю информацию о пряже. Вот Козий Пух, 200... Так, Козий Пух, 100% рассказовская. 02 цвет серый. 250 рублей пишет, 1500 метров. Но это же не то. И вот здесь цена. 884 рубля. Значит, вот за одно место, за две, получается, да? За две. И здесь две тоненькие ниточки. Вот. А так, девчата, вот я там покупала. Вот Ангора Голд, Турция. Шерсть 20, 80 акрил, 550 метров. Упаковка стоит 492 рубля. Ангора Слимли 551 упаковка. Поэтому присмотритесь. Бурком Классик. Вообще дешевая, девочки. За упаковку 414 рублей. Я обожаю эту пряжу. Она такая толстенькая, 210 метров. Это 100% акрил, но очень классная. Вяжется хорошо и носится хорошо. Я вязала с нее. И вещи, получается, просто шедевральные. Вот. Ну, и тут Лана Голд, вот, 800-605 рублей. Потом, что там я еще брала-то. А, эту, Ангор Реал 40. Вот она цена, 536 рублей. В общем, девочки, этот магазин называется Урал РФ. Поэтому, кому интересно, заходите. А, и вот такие нитки я там купила, кстати. Я их показывала. Вот набор ниток 24 сороковник по 150 метров. И цена их, девочки, 231 рубль. У нас такие нитки я здесь никогда за 230 рублей не куплю. Ни в одном магазине. Они у нас будут намного дороже. Я брала две упаковки, одну дочери и одну себе. Посмотрите, какие цвета. Я думаю, что каждая хозяйка имеет в доме швейную машину и шьет. Любая вещь требует ниточек. Ладно, девочки, мои хорошие, на этом все. А пряжа, значит, будет обязательно. Буквально, вот. Может быть, завтра вечером. Не буду говорить. А то я как скажу, у меня ничего не получается. Завтра я уезжаю в Артем. А сейчас только скажу вам, девчата, мои дорогие. Вам ровных петелек. Любимые пряжи. Любимых инструментов. Чтобы вы могли все-все купить. Все себе приобрести. Чтобы у вас желание было нескончаемое. Творить. Вязать. Вышивать. Хоть спицами, хоть крючочком. Что только ваша душенька желает, чтобы все сбывалось у вас. И у вас было все-все самое хорошее. На этом все. Подписываемся, девочки. Подписываемся. Сейчас я начала выставлять свои видео вперед на Яндекс.Дзен. Когда выставлю на Яндекс.Дзен, это же видео придет днем позже на Ютуб. Вот. Но мне хочется, чтобы там, как, ну, тоже набрались мои хотя бы люди. Подписались на Яндекс.Дзен. Потому что не знаю, что будет правда с Ютубом. Непонятно. Абсолютно непонятно. Но и вы прекрасно знаете, что и как. Что уж тут объяснять, да? Поэтому, девчата, в Яндекс.Дзене можете просто зайти в Яндекс.Дзен и набрать Татьяна Беликова. Мой канал вам выскочит. Не надо никакие ссылки переходить там по ссылочкам. Вы можете просто там в поисковой вот этой строке написать. Канал Татьяны Беликовой. Все. Я к вам выбегу. И вы увидите меня. Вот. Там будут и влоги, и вязания. Ну, там я делаю уже подборки. Вязание это будет в подборках о вязаниях. А влоги будут просто моя жизнь. Это будут отдельные влоги. Кто захочет, будет смотреть вязание. Кто захочет, будет смотреть. Но канал делить я не буду. Он также будет называться. Татьяна Беликова. И все видео будут на одном канале. 20 каналов я не буду заводить. Ну, а на этом все, мои хорошие. Подписываемся. Пишем комментарии. Ставим пальчики вверх. Вам всем огромное спасибо, что вы меня смотрите. Еще раз хочу сказать. Берегите себя, девчата. И до новых, новых встреч. Всем пока-пока. А с вами была ваша Татьяна. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.